Немного о футболе. Обычно подходят к штрафной площадке, в Лосарской площадке, разыграют комбинацию и забивают гол, либо забивают гул. Ну вот, смотрите, команда атакует. Вот что я наблюдаю. Много времени тратит на то, чтобы подойти к штрафной площадке или к лотарской площадке. Соперника там. Кучу там передач. Огромное количество времени. Огромное количество энергии тратит. Вот она уже подошла. Там начинается тасовня. Естественно, обороняющаяся команда откатывается назад. Игроков там больше. И, как правило, отбирают этот мяч. То есть, всех неусилий пошли на смарку. Опять надо там бежать со своей стороны через центр поля, разыгрывать, входить в лотарскую площадку. Вот этот удобный момент. Вот мне лично показалось, что надо уже пробивать где-то, ну, если центральную линию брать поля и ворота, что где-то уже посередине, вот между центральной линией поля и ворота, надо уже лупить по воротам, то есть, издаль, метров там пускай с 20, там 25, и играть на подборе. То есть, тем самым, тем самым, вот эти отскоки, вот это вот, знаете, непонятность, куда, что отскочит, как там, что получится, стаж дает больше моментов, если чаще бить так, поворотом, нежели вот это вот подошли, мяч выбили, начинает все сначала. Игра будет острее, острее, менее занимать энергией, и как-то она будет, вот, я думаю, что более результативная. Именно чаще бить где-то со средней дистанции, не оттуда, откуда-то, вот 11-метровые, а дальше, дальше, и я думаю, результаты будут другие. Я, наверное, вам рассказывал, что вот, когда я написал целительные силы, там, рассказал, как там питаться, насчет, там, проросшего зерна, как его можно использовать в практике восстановления после физических наружок, я не ожидал, когда был в Германии, что ко мне, значит, приехал какой-то немецкий тренер и поблагодарил за то, что его команда с учетом вот этих вот моих рекомендаций стала питаться, и у них повысилась выносливость, за счет чего они выиграли, там, какой-то там местный, там, чемпионат. то есть, что-то это все можно использовать для улучшения результата. Кстати, я думаю, почему на пекинской олимпиаде было такое доминирование китайских, значит, татлетов, я думаю, потому, что они воспользовались стимуляторами и восстановителями из своего богатого арсенала народной медицины, о котором европейская вообще не знает. это мы все эти допинги, моппинги, которые мы привыкли там по европейским понятиям употреблять, вот, они их просто даже не обнаружили и не знали, что обнаруживать, а результаты показали, видите, какие офигенные и выиграли олимпиаду. Поэтому вот эти вот знания они помогут во многих отраслях. отраслях. отраслях.